Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству известного советского писателя Пантелеева. Настоящее имя автора Алексей Иванович Еремеев. Своё прозвище, которое впоследствии стало его литературным псевдонимом, он получил в детском доме. Мальчик не давал себя в обиду, за что его сравнивали с известным петроградским налётчиком тех лет Лёнькой Пантелеевой. Но сам Алексей Еремеев описывал свои произведения как «Л. Пантелеев», где буква «Л» никак не расшифровывается. Иногда писателя называют Леонидом, но сам автор был против этого. Среди известных произведений Пантелеева – «Афтографическая диалогия Республика Шкит», написанная в соавторстве с Григорием Белых и Лёнькой Пантелеевой. Автор создал много рассказов, повестей, сказок, пьес и литературных портретов для детей и взрослых. Сегодня мы обратимся к одному из произведений писателя. Это рассказ под названием «Долорес». Писание происходит в начале войны. Главная героиня – девочка-связистка, которая передаёт сведения в штаб. Что же произошло? Давайте узнаем. Итак, рассказ писателя Пантелеева «Долорес». Я видел эту девочку за днё в день в течение целого месяца. Дело было в самом начале войны. И этим, наверное, объясняется, почему я не познакомился с ней. Хотя познакомиться было очень просто. Стоило лишь перейти улицу. Это была причуда, одна из многих, от которых меня, подобных мне, излечила война. Наблюдая за девочкой, я постепенно и незаметно сочинил её биографию. Я придумал ей не только характер, но даже имя и фамилию. Мне казалось, что фамилия у неё должна быть простая, русская, Иванова или Петухова. А имя, например, испанское – Персита, Марианна или Долорес. Настоящего же имени её я так и не узнал. И видел я её только издали, из окна моей комнаты. Мета по несколько раз в день. Мета всего один раз. А иногда она и вовсе не появлялась. Это зависело от того, сколько раз объявлялась в городе воздушная тревога. Прохлавный августовский день. За окном улица – одна из больших ленинградских магистралей. В эту улицу, как раз против моего окна, упирается переулок. На углу, где когда-то помещалась бедная, расположился теперь штаб мясной ПВО. Кот с угла. Никакой вывески или указателя. Несколько каменных ступеней. Простая дверь, совсем недавно, перед первым маем, окрашенная. Жизнь улицы течёт мирно и обыденно. Только некоторые мелочи напоминают о том, что где-то далеко, за сотни километров отсюда, идёт война. Вот у подъезда на скамеечке. Богообразная старушка в старомодной кружиной наколке вяжет или вышивает что-то. Левая рука у неё перехвачена красной провязкой на боку сумка с противогазом. Вот осторожно, как бы на цыпочках, проехал автобус с красными крестами на кузе. Красноармейцы, выцветшие за это гиль на стёрках, медленно и торжественно, словно какого-то декорного слона, провели по улицу огромную тушу аэростата. За углом заливается радио, что-то весёлое, бравурное и безмятежное. И вдруг эта беспечная песня обрывается на полусловие. Что-то хрипнуло в репродукторе, секундная пауза, и дикий надрыв в него сирены оглашает воздух. Механический голос объявляет «Внимание, внимание!». Не успел механический человек закончить то, что ему надлежит сказать, из раза в раз одно и то же, улица преображается. Встанавливаются трамваи, авто, переулки у тощатого забора, прячутся по желчейшей кроме старого Петербургского тополя, маленький пятнистый, как леопардова шкура, пикап. Оттуда-то, словно из-под земли, появляются женщины с красными повязками. Старушка в наколке суетится, торопливо складывает недовязанный чулок, на смену ей приходят более молодые таларки. Минута, и улица пустеет, умирает и замирает. Именно в этот момент, когда последний прохожий скрывается в подъезде или под аркой ворот, на улице появляется эта девочка. Я никогда не видел, чтобы она бегала. Она идет очень быстро, легким, широким спортивным шагом, слегка подавшись вперед стройным и еще не оформившимся корпусом. Сколько ей лет? Четырнадцать? Тринадцать? Может быть, меньше. Она белокурая и, наверное, голубоглазая, лицовная, суровая, серьезная, даже сердитая. Волосы стрижены в кружок и ничем не прикрыты, а навязаны кофточки, с которых же выросла. Колени голые, чулки, как у альпинистки, замотаны под резинку ниже колен. Девочка эта – связистка. Она разносит последние донесения районного штаба и службы в нос. Об этом нетрудно догадаться, когда видишь ее ежедневно, задни и тем же делом. Ни одной потерянной секунды, четкости экономия во всех движениях. Переходя переулок, девочка расстегивает сумку, вроде тех, которых разносит телеграмм. Залитая, а не сбегая по лестнике, она вынимает из сумки пакет. Скрывается в штабе, через 10 секунд появляется на лестнике, на ходу застегивая сумку, и тем же ровным, спортивным шагом быстро переходит переулок в обратном направлении. Если тревога серьезная, затягивается, девочка с сумкой появляется перед моим окном несколько раз. Бухают зенитки, с окраин доносятся драмовые разрывы фугасок. Девочка будто не замечает этого. Может быть, только некоторую усталость чувствуешь ее походкой. В том, как она на ходу откидывает назад светлую прядь запотевшего лба. Двенадцать легких широких шагов через переулок, две или три каменные ступени. Дверь захлопнулась. Дверь снова раскрылась. Застегивая на ходу кожаную сумку, снова летит вперед, милая моя, Долорс и Тухова. Потом наступил сентябрь. На подступах к городу уже совсем близко шли бои. На улицах строились баррикады. Враг подошел к воротам города. Он забрасывал в нас снарядами, бомбами и листовками, которых со свойственной им наглостью и самоуверенностью называл наше сопротивление безнадежным и предлагал сдаться. Полтора месяца я не был дома, но девочку, которую я назвал Долорес, я не забывал. Каждая воздушная тревога, где бы она меня не заставала, упоминала мне о маленькой моей землячке. И первая тревога, разбудившая меня дома, тоже заставила меня вспомнить прежде всего о ней. Полуодетый, боясь пропустить ее появление, я прошел к окну. Был тусклый осенний день, улица опустела. Молоденький милиционер с карабином за плечом, с плоским металлическим шлемом у пояса, выгонял последних пешеходов в подъезд углового дома. Я с напряжением ждал. Сейчас появится Долорес. Сейчас я увижу ее. Вот она покажется на фоне дощатого забора. И на большом, уже высветшем блокаде, рабочей святовками перевес, говорит своим товарищам и братьям, «Не пропустим врага!» Девочки не было. Прошло еще две минуты. К подъезду штаба, изо всех сил работы педалями, подкатил велосипедист, белогрязый мальчик с сиреневыми футболками. Он бросил велосипед у входа, пристегивая на ходу кожаную сумку, торопливо сбежал по ступенькам в штаб. Через минуту он вернулся, сел на машину и уехал. В этот день было еще несколько тревог. Долорес не появлялась. Ее место занял мальчик в сиреневой футболке. У него было очень симпатичное, мужественное, открытое лицо, и он очень хорошо, по всем правилам тренинга, ездил на велосипеде. Но помню, я смотрел на него с неприязнью. На другой день вечером я зашел в штаб. Там было очень много женщин, и все они были с красными повязками. Было очень шумно. Меня не сразу поняли, по какой девочке я спрашиваю. Ведь ее звали не Долорес, и фамилия у нее была другая, а не Петухова. Но как ее зовут по-настоящему, я не знал. Впрочем, этого не знал никто и в штабе. Она была одна из многих, которые добровольно, по призыву ленинградского комсомола, пошли на оборонную работу, санитарные дружины и в истребительные батальоны, команды связок. На судьбе девочки была этим женщинам известна. Прямое попадание. Здесь, совсем близко, за углом, когда она бежала с очередной телефонограммой. Бомба разорвала ее на куски, так что и хоронить было нечем. У женщин были сухие глаза. К этому времени они уже разучились плакать. Я не мог сомневаться в достоверности их рассказа. Две или три из них видели своими глазами то, что осталось от Долорес. И все-таки я не поверил им. За год я насмотрелся всякого. Я шагал по трупам и через трупы. Я видел испромсанное, растерзанное и поруганное человеческое тело. Но представить себе убитой, мертвой или даже просто неподвижной эту девочку я не мог и не могу. Пробую представить, и не выходит. Зажму ли глаза и вижу ее перед собой. Легкую, светловолосую, стромную, маленькую и мужественную. Всегда устремленную вперед и только вперед. Вот такой грустный, но в то же время светлый рассказ мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке Ильи Мамоносова есть и другие произведения писателя Пантелеева. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...